всем привет вы на канале тв распаковки сегодня рубрика будет тв я буду продолжать вас знакомить из тюнерами для цифрового телевидения спутниковыми комбо вот сегодня я вас познакомлю вот с таким тюнерком который называется софт интеграл сп 1329 hg комбо новых людей когда были еще открытые украинские каналы осталось много спутниковых тарелок но когда покодировали начали искать и вот хороший вариант искать чтобы такое подключить и вот хороший вариант в котором совмещены и т2 и с2 хорошая альтернатива старому спутниковое телевидение итак посмотрим какие у него характеристики это тюнер я брал на сайте prom.ua магазин называется of tv ссылочку на магазине оставлю внизу посмотреть интересная коробочка с ручкой очень удобно купил взял нравятся мне такие коробочки открываем коробочку и посмотрим на комплектацию и что у нас тут встречает вот такая картонная коробочка открываем и внутри вот такая комплектация внутри вот такой пульт стандартный это тюнеры я уже делал обзор на 1319 это более миниатюрный на это более старшая версия посерьезнее вот видите ну пульт такой же батареечки идут в комплекте уже хорошо идет такая выносная зарядка не зарядка блок питания это очень удобно потому что если встроенное питание вот сгорело надо его разбирать менять а тут просто если вдруг что-то случилось какие-то перебаты в сети даже сами знаете такое иногда бывает можно заменить продажи их легко найти тем более здесь 12 вольт 1200 миллиампер это легко найти такое питание так что вот это я считаю это плюсом если выносное питание так что нужно реально обратить внимание на эту модель в комплект в комплекте тоже идет RS3 тюльпаны как в народе называют и вот такой мешочек сейчас стали от интеграла вложить гель против влаги чтобы не испортились пульты питания это хорошее так вот такое так смотрим что у нас дальше дальше у нас сам тюнерок такой упаковочке вот удобная видите такая посильник користолача инструкция все на украинском есть все описано как подключить как настроить все характеристики все здесь есть так и посмотрим на сам тюнерок вот такой он спереди сат интеграл 1329 комбо здесь ставится для usb выхода здесь можно ставить флешку для записи программ кнопочки ok выключение меню переключение добавление звука все здесь здесь должно еще светиться так видим вентиляции есть это уже хорошо многие сейчас стали любить металл вот как раз этого модель для вас 13 19 пластиковая 13 29 металл поэтому кто любит металл обратите внимание на это модель она чуть-чуть дороже но выглядит как надо посмотрим что здесь по выходах по выходах есть антенный выход для антенны т2 кстати на сайте prom.ua в магазине очень большой выбор антенн так что обратите внимание ссылочка будет внизу можете подобрать себе антенну потому что у многих остались спутниковые антенны а вот где взять т2 а у них цены небольшие чтобы смотреть украинские каналы нужно т2 антенну обратите внимание на их магазин там антенны есть вот сюда подключается т2 антенны сюда подключается спутниковая выход раз 232 это для обновления по если что-то случится это очень хорошая штучка этот хороший выход с компьютера с ноутбука можно прошить без флешки hdmi выход usb еще один выход спереди и сзади сюда можно подключить wi-fi адаптер он работает с разными моделями 7601 там 53 вот этой тоже моделью работает сюда выход пан и блок питания вот такой тюнерок теперь подключим и посмотрим на что он способен что внутри покажу вам как прошивать как настроить ну и пойдем смотреть поехали это подключаем наши тюнер к телевизору вот встречает нас такое меню нажимаем на кнопочку меню так для начала нам надо наверное его прошить чтобы потом поставить последнюю версию прошивки и потом начнем настраивать сейчас я поставлю вот такую флешечку на ней находится прошивка прошивку можно найти на любом форуме их очень много там есть форумы с от интеграловской еще есть очень хорошие сейчас я установлю последнюю прошивочку версию и посмотрим на стол подключили вот флешечку и делаем прошивку вот идет наш тюнер ручек прошивается самое главное я вам хочу сказать что старых моделей вы не вздумайте ставить спиской каналов дампа потому что вы получите кирпич только нужно делать прошивку есть для тюнера 1329 или 1319 это очень похожие модели в них по одинаковые просто отличается корпусами 1229 металл 1319 пластик пошла перезагрузка так дальше вот уже тюнер перезагрузился так нажимаем дальше кнопочку exit потом нажимаем меню продолжаем устанавливать ПО нажимаем дальше новыми программного обеспечения новыми с юсб так выбираем нашу флешечку и вот наш раздел 1319 1329 вот это первую самую нижнюю мы уже установили это само ПО теперь устанавливаем софткей это ключи обновляем ключи установились быстро вот тюнер перезагружается сейчас все это включится так перезагрузилась опять нажимаем exit кнопочку меню переходим дальше в настройки опускаемся продолжаем обновлять просто нужно полностью все установить выбираем вот эту и опять сюда и вот видим дальше теперь это нужно список каналов это третье меню обновляем список каналов список каналов обновился и вот уже пошел уже сигнал сейчас мы прикрутим звук чтобы у нас не отвлекал а нам все-таки надо дальше продолжить нажимаем меню переходим новыми и установим свежие ключи и вот с юсб вот сюда нажимаем вот эту раздел и вот самые верхние теперь устанавливаем нужно все по очередности устанавливать еще хочу напомнить это лишний раз не будет что из старых моделя не ставьте ничего потому что будет его скрипич только для этой модели так сейчас идет перезагрузочка с обновлениями мы как говорится уже закончили так следующее что я делаю я вам рассказываю так как я настроил теперь следующее нужно подключить wi-fi адаптер я вот использую вот такой на процессоре 7601 но он работает и с разными моделями какой он мне это нравится сейчас я подключу и подключимся к сети так wi-fi адаптер подключен теперь нажимаем кнопочку меню и заходим вот сюда это называется конфигурация мережи давайте наверное для начала сейчас установим язык вот посмотрите а потом я вам пройдемся по меню так язык выбираем русский следующее чтобы нужно поставить первую аудиодорожку русская потому что если пакет discovery если будет стоять украинский или то он будет на английском если вы здесь поставите аудиодорожку вот эту русский сразу будет на русском автоматически работать но и здесь можно поставить украинский потому что если будете переключать он будет на канале выбираем выбирать и если идет русская дорожка будет русской если украинская эту настройку сделали нажимаем дальше меню и подключаемся к сети вот у нас настройка сети так вы здесь выбираем безпроводное устройство посмотрите она здесь работает 3g7 сеть usb модем кабель usb надо выбрать беспроводная сеть выбираем конфигурации сети ищет сети вай-фай сейчас сеть так и вот видим вверху сеть и вводим пароль так мы ввели пароль с синей кнопочкой подтвердили и здесь нужно обязательно поставить автосоединение потому что чтобы постоянно не вводить пароль нужно ставить автосоединение и постоянно переключение ресивера он будет соединиться нажимаем кнопочку соединить вот вверху вот эта цепь видите он цепь он соединился все выходим это я всегда сразу подключаюсь к сети следующее что нам надо будем смотреть настройки по очереди переходим в самую первую здесь тип установки вот видим dvs2 здесь просит пароль нужно ввести четыре нуля вводим четыре нуля и переключаем на т2 чтобы отсканировать украинские каналы вот регион украина логические имена вот этот раздел это если вы его нажмете включить то будут с первого по тридцать второй канал будут каналы тре-два а начиная с двухтысячного канала будут с2 а если выключено например тридцать четвертый тридцать пятый будет спутниковый и вы можете редактировать например первый поставит т2 второй с 2 и так ну я эту функцию не включаю потому что мне так удобнее кто любит чтобы спутниковые каналы и т2 не соединялись можете включить вот активная антенна если у вас комнатная антенна и рядом вышка можете это не включать но если на антенне есть усилитель чтобы питать антенну от тюнера включить у меня например с усилителем антенна поэтому я это все включаю и сканируем т2 канала нажимаем автопоиск и процесс сканирования пошел ждем что он у нас найдет и вот каналы пошли вот он сканирует у меня как обычно антенна ловит сигнал с двух вышек поэтому каналов будет не 32 а 64 там каналы в принципе похуже но последние 4 канала областные они немножко будут отличаться так что можно если там будут похожие каналы их просто можно удалить ну это все я потом покажу а так идет дальше сканирование так вот сканирование завершено сохранить результат сохраняем так канальчики т2 отсканировались теперь можно посмотреть настройки с2 тоже выбираем вот настройка антенны мы уже список каналов ввели поэтому можно вот здесь есть тоже настройка антенны тасканировать список спутников выбираем вот какой здесь списочек так выходим список транспондеров в общем выходим с этого меню и вот смотрим видите в конце 109 канал это у нас такой был а это и пошли вот т2 каналы они все работают так теперь посмотрим дальше по настройках по клацам нажимаем на первую кнопку это у нас канал со спутникова вот т2 сканировали вниз вот там я говорил вот видите т2 работают идем спутниковые каналы работают вот теперь я вам хочу показать вот каналы например пакета discovery здесь ключи на нем обновляется автоматически нужно нажать на канал discovery и вот написано кодированный канал нужно немножко подождать и ключи по варю как бы придут с воздуха и канал начнет работать сейчас немножко подождем подождите немножко забыл нужно же нам активировать одно меню вот заходим сюда в последний вот этот раздел вот сюда последний да и выбрать нужно раздел мультимедиа выбираем нажимаем кнопочку окей ой извините не окей а нужно сейчас мы еще раз попробуем выбираем раздел мультимедиа нажимаем сюда потом нужно нажать кнопочку аудио и ввести пароль нули и открывается вот это меню эмулятор вот здесь патч меню здесь вот ключи все уже прописаны вот это нужно обязательно сделать запомните выбираем режим мультимедиа нажимаем там уже первая нуль уже введен и нажимаем три нуля и открывается меню там здесь будут приложения серверы кардшаринг ну и остальные функции теперь выходим и ждем канал discovery когда придут ключи с воздуха вот я немножко забыл все ключики на пакет discovery пришли и сейчас посмотрим работает ли все каналы вот idx работает этот канал просто если ключи меню ну и еще вот этот канал тоже нужно нажать тоже он пока пишет кодированный но тоже нужно немножко подождать ну discovery я ждал наверное минут 3-4 это когда как бывает за минутку бывает за две ну теперь вот этот tlc подождем как он быстро придет или нет ну этот немножко быстрее пришел но тоже уже пошел сигнал так теперь пройдемся по меню нажимаем кнопочку меню на пульте вот первое установки здесь как вы помните порой 4.0 это мы уже все посмотрели это меню переходим к следующему здесь 5 черканалов здесь это можно двигать каналы передвигать куда перемещение там желтая кнопочка редакцировать синяя удалить зеленая и блокировка красная просто выбираете канал какой вам интересует нажимаете кнопочку окей и выбираете там зеленый удалить переместить и так далее сохранить выбранные каналы подтверждаем список здесь избранные редактор фаворитов и удалить все каналы следующее меню это у нас первое это стартовый режим это хорошая функция вот вверху можно выбрать т2 можно IPTV сталкер портал youtube онлайн видео я вижу ну выбираете ну лучше выбрать уже стартовый канал это тоже хорошая функция выбираем например включить и вот один плюс один интернешн выбираем ну какой канал себе выставить и при включении тюнера этот канал будет включаться как стартовый язык менее русский прозрачность менее нужно выбрать 10% 60% это тоже кто как любит или без прозрачности но аудио дорожки я уже показывал первый русский нужно ставить чтобы дискавери включались если поставить украинский они будут просто работать на английском так список последних авто задержка списка канала время на дисплее можно выставить если включить будет время на дисплее тюнер описаться если нет то будет список каналов режим ожидания умный авто отключение выключить слабый слух функции вот такие меню переходим дальше здесь нужно время и аудио видео и аудио контрастность можно выставить яркость насыщенность оттенок так это все по вкусу как чтобы вам была более приятная картина масштаб видео соотношение сторон полный дисплей видео выход разрешение можно выбрать какое вам подходит к телевизору ну не знаю вот 1080p60 это более такое интересное изображение картинка будет красивее настройка аудио так так таймеры здесь есть блокировка детей настройка сети я уже подсказывал сброс на заводские настройки перезагрузка стб обновление если включить вот видите это ручное можно поставить авто и вот когда будет пол новая он должен обновляться сам сети не знаю как эта функция работает в версия по у меня стоит это самое последнее вот видите внизу написано что он работает с вайфи адаптерами 5370 и 7601 я сейчас подключил 7601 так что работает со многими вайфи адаптерами это очень хорошо так и следующее меню которое мы выйдем так выходим с этого и заходим вот сюда мультимедиа это можно проигрывать файлы фильмы с флешки музыку ну это я думаю понятно так сейчас мы перейдем еще сюда здесь и настройка медиа это язык субтипторов английский сейчас немножко выключил сейчас покажу настройка медиа язык субтитров кодировка вот это все это здесь не лазит конфигурация это запись на флешку размер файла можно выбрать какой вы хотите чтобы писал 1 гбайт 2 это влияет на качество записи там shift это нажимаете на паузу если подключенная флешка программа будет записываться на флешку и в любой момент можете посмотреть повтор своей программы и на таймшифт авто и запись включена это просто подключаете флешечку вперед ну в передний разъем usb и будете записывать программы вдруг вам надо куда-то отойти ничего не пропустить так посмотрим какие здесь есть приложения приложение есть вот такое free и 5 и твоего чтобы его включить можно здесь немножко камеру так здесь режим красная кнопочка нет программы импорт ну пока у меня плейлиста нету можете на флешечку сбросить какой-то рабочий плейлист и смотреть IPTV у меня пока не установил я пока никакого плейлиста дальше следующая функция это youtube в ютубе посмотрим как он работает там загружается загрузка идет и вот видите вот тут включилась музыка мы пока здесь посмотрим может спорт посмотрим загрузка идет у меня youtube такой интернет не сильно такой сильный но сейчас посмотрим включаем вот это видео и видим как youtube грузится сейчас пойдет или не пойдет ну вот картинка пошла так что youtube работает все на это хорошо только вы выходим смотрим и дальше youtube у нас пошел смотрим дальше какое есть онлайн видео здесь есть режимы мега гол и взрослые на взрослые заходить не буду посмотрим как работает включаем здесь некоторые каналы например если мега новые фильмы идут платные мы посмотрим нажимаем включаем идет картинка мы видим фильм пошел мега гол тоже работает на этом тюнере так что можно смотреть и выходим смотрим дальше что у нас есть в этом мини-приложении так невзрослые ясно там стал портал есть на это у кого настроен можно здесь вводить свои логин пароли и смотреть если 5 будет зацикливаться не будет есть такая функция вот видим extreme ipte нажимаем ее тоже здесь можно настроить пользователь пароль адрес сервера но тоже у меня пока его нет чтобы его активировать нужно нажать красную кнопочку нажимаем пока он зарегистрировалась не знаю долго она работает нет но активировалась теперь включаем и посмотрим что здесь загружается список iptv ну тут как правило всегда арабские каналы там испанские китайские ну вот видите куча спортов сейчас включим например вот этот спорт как он пойдет не пойдет будет работать вот видите канал пошел работает ну здесь иногда бывает футбольные трансляции и так что хоть и на арабском языке но все таки можно футбольщик какую нибудь посмотреть которого нет на спорте на спутнике так что работает эта функция видите здесь много спортивных каналов что-то поискать можно в принципе для любителя спорта пригодится эта функция и евижен то же самое видите не работает тоже нужно ждем загрузка списка ну здесь фильмы но они все на английском идут ну кто хочет как бы получить ну видите здесь такие арабские турецкие фильмы всякие тоже ну для изучения английского иностранных языков пригодится а так то конечно функция будет бесполезная потому что русского языка нет но тоже она активируется с помощью красной кнопки нажимаем активировать ну и вон активируется дальше так приложение мы уже посмотрели это управление икосбокс подождите qr куда для загружки приложения вот приложение сканируется телефоном можно в этом тюнерком управлять с помощью телефона сканировав это приложение этот код вот этот телефоном и установить приложение свой телефон и можно телефон использовать в качестве пульта можно переключать каналы можно не помню там вроде и на телефоне можно программы с этого тюнерка смотреть на этом тоже нужно разбираться кто хочет попробовать есть патч меню это патч меню здесь всякие ключики бис поверю я уже говорил что поверю вообще будет приходите через воздух так что почти неактивированное чтобы дальше сервер это у нас card sharing здесь есть протокол cc cam активировать включаем и настраиваем выбираем включить и выбираем протокол cc cam и так дальше выбираете вводите свой сервер тоже если вы пользуетесь кардшарингом можете тоже в сети все найти так и вот тоже это один из разновидов кардшаринга включено пин-код тоже чтобы активировать нужно нажать красную кнопочку немножко подождать и вот видите активировалась до 5 на 9 21 года это год тоже будет работать хитрый просмотр не знаю какие каналы в нем работают на мне вроде такое с 36 градуса там российские потом с 13 градуса будут работать польские каналы взрослые год и это все совершенно бесплатно так что пользуйтесь и еще одна функция это тоже другую типа тоже нам дают это тоже какие-то каналы это нужно все проверять подключать так что этот тюнер дает на год хитрого просмотра вот такое меню я думаю уже все рассказал показал если понравилось ставьте лайки не понравилось дизлайки подписывайтесь на канал и всем пока пока до новых встреч я вам еще покажу несколько тюнеров которые есть до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч и